Михаил Пришвин. Лесная копель. На иных берёзах, обращённых к солнцу, появились серёжки золотые, чудесные. На других только наклёнулись почки. На третьих раскрылись и уселись, как удивлённые всему на свете, маленькие зелёные птички. Там на тонких веточках сидят вот и там, и там. Почки раскрываются шоколадные с зелёными хвостиками. И на каждом зелёном клювике висит большая прозрачная светлая капля. Возьмёшь одну почку, разотрёшь между пальцами. И потом долго всё пахнет тебе ароматной смолой берёзы. Вечер тёплый и такая тишина, что ждёшь чего-то напряжённо. Должно же что-нибудь случиться в такой тишине. И вот, кажется, пришло. Кажется, начинают шептаться между собою деревья. Берёза белая с другой берёзой белой издали перекликаются. Асинка молодая стала на поляне, как зелёная свеча. Находит себе такую же свечу. Черёмуха черёмухи подаёт ветку с раскрытыми почками. Итак, если с нами сравнить, мы звуками перекликаемся. А у них аромат сейчас. Каждая порода окружена своим ароматом. Каждая порода окружена.